как я и обещал я сниму видео как я буду готовить бастурму из уточки и курочки и курочка и уточка домашние буду готовить из филе и не части мясо у меня созрело но полежала у меня со вчерашнего дня почти сутки считай пролежала из филюшки кстати петуха филе маленькая так как петух яичной породы больше получился белый ножки и утки филе хорошие должны быть и ножки я хочу сделать бастурму из филе и из ножек тоже попробовать засолить и засушить в специях и ножки и филе ну давайте сейчас я разделаю на филе и ножки и так ребят разделал я как называется птичку вот вы видели где-нибудь такие окорочка я понимаю они у меня без кожи я разделываю птицу сразу снимаю кожу с пером месте так быстрее мне удобнее но я не думаю что вы магазине можете купить вот такое как говядина красная курятину вот у меня получилось два филе и две ножки от петушка и два вот таких хороших куска не говядины это мускусная утка и две вот такие лапки что я хочу сделать вот жирок тут немножечко вот это все дело я хочу сделать бастурму да да вы не ослышались я хочу сделать из курицы и из утки бастурму из филе и из ножек ножки можно будет потом обрезать мне интересно посмотреть как это будет смотреться и так я подготовил лоток и сейчас буду насыпать соль соль насыпаем на дно обязательно чтобы была подушка из соли у меня уйдет весь этот килограмм укладываем филе укладываю я ножки вот таким способом и все это дело сейчас пересыплю еще солью соли я не жалею когда я делал заготовку бастурмы из говядины я видео разные смотрел и там прям 60 грамм соли намазали положили все практически но это я считаю как-то маловато будет и у меня на вкус бастурма из говядины именно заготовка перед тем как я обработать ее вот так делаем что тут соль просыпалась подвесил в специях я попробовал после вымачивания очень даже получилось вкусно птицу кстати мы будем высаливать недолго я не три не трое суток буду высаливать а полтора дня примерно полтора дня может быть суп лучше двое суток я сделаю двое суток потом вымочу получше так сейчас я курочку также засыплю вторым слоем и убирать буду в холодильник ну что ребят засыпал я уточку и курочку в лоток и сейчас затяну пленкой пищевой открыл я 2 килограмма немножко грамм 200 взял в чем плюс вижу конечно еще домой домашней птицы я ее зарубил дал вызреть сутки у меня мясо подсохло немножко и она не шпигованная как магазине у меня ничего не будет стекать я уверен что у меня от вот этой соли через сутки не так и много будет жидкости но посмотрим мне самому интересно как получится ну все уточка и курочка у меня запластикованы и я их сейчас уберу в холодильник как всегда верхняя полочка свободно все птичка уехала всем доброе утро сегодня у нас уже вторые сутки как мясо птицы солится для бастурмы и сейчас я хотел бы вам показать какое мясо получилось и я его буду уже изымать причем я достану сейчас только филейные части утки и курицы ножки я оставлю еще немного просолиться и так ну вот у нас курочка филюшка двое суток для курицы я думаю это нормально причем филе не толстая я все-таки достану вчера когда были сутки я полностью заменил соль жидкость была немного но было я ее слил и заменил ну видите филе такое прочное достаточно прочное не деформируется легко не изгинается не свисает то есть она просолилась конечно ножки я оставлю еще солиться ножки толстые поэтому они у меня останутся еще в соли я сейчас их закопаю и достану филе утки филе утки тут у меня перышки остались напомню это мясо птицы же мое все вот филе просолилась утиной я считаю слой небольшой то есть толщина мяса небольшая я сейчас вымочу и повешу опять в холодильник на ниточках провялится где-то на сутки ножки куриные я обратно сейчас закопаю соль я добавлять свежую не буду так как эта соль влажная но она не мокрая не сильно мокрая до вечера ножки вечером я приду их тоже вымочу и повешу подсушиваться вяляться кстати бастурма из говядины уже мне кажется сухая быстрее намного высохла так как у нас на улице очень жарко она висит у меня в теневой стороне у окна приоткрытого постоянно прям твердое ну это другое видео сейчас у нас будет вымачиваться утка я сейчас промываю и так я филе промыл и замочил воде вода у меня я напоминаю без хлора из скважины так что у меня она чистая прохладная буду менять каждые 15-20 минут воду переворачивать вот так мясо чтобы оно вымачивалось хорошо и подвешу на капроновую нитку сушиться в холодильник пока все до встречи так филе у меня утиное куриное вымачилось уже два часа точно и я начинаю ее промакивать бумажной салфеткой вот так филе достаю филю кладу на салфетку вот так заворачиваю и промакиваю промакиваю все чтобы с нее не капалось филюшки и наздеваю вот у меня капроновая нитка с иголкой все очень просто и вешаю в холодильник так как у меня филюшка была у петушка не очень крупная плюс она еще засолившись стала меньше я их обрезал от жилок вот этих сверху пленочка сложил вместе и связал и вот так я повешу сушиться тоже в холодильник правильно будет сказано не сушиться а подвялиться так что вот висит у меня вялиться два утиных филе и куриных два связанные в один кусочек сегодня вечером я достану утиные куриные ножки тоже их просушу и так же повешу в холодильник вялиться через сутки я их буду покрывать специями куриные и утиные ножки я решил избавить от кости вот таким образом я вырезал кость внутри все просолено я вымочил уже вот так я сверну в рулетик и шпагатом перетяну подвялю и потом вместе с виле покрою специями специями вот так я перемотал это две утиные ножки это две куриные ножки кости я вырезал и сделал вот такие рулетики сейчас я сделаю петельки и повешу подвялиться в холодильник ну вот у меня висят вялиться ну что я буду делать конечно они сейчас подвялиться немножко спрессуются я их повешу немного на окно чуть подсохнут и нитки я попробую снять я надеюсь что форма будет уже сохранена и потом уже покрою специями всем здравствуйте итак прошли сутки с момента как у меня подвялились ножки утиные это куриные филе куриное и филе утиное куриное я два филе связал в одно а утиные так большие хорошие они я их не стал связывать ножки я сделал вот такими рулетиками кости вынул купил я новую кофемолку потому что старое в процессе приготовления бастурмы из говядины у меня вышло из строя итак что я буду делать какую я буду делать смесь для покрытия птицы специями зиру я буду использовать мне понравилась эта пряная трава черный горошек обязательно здесь у меня смеси зеленый и красный и белый еще остались душистый добавлю я купил я купил карри карри я считаю что подходит прекрасно мясным и курь именно из птицы блюда красный жгучий и взял паприку еще чтобы более нежный аромат но приятный был так что я также я добавлю со своего огорода это будет у меня кинза мята зверобоя немного просто для того чтобы был и чеснок две головочки маленькие все это я измельчу тоже в кофемолке чеснок буду давить чеснокодавкой и потом кисточкой покрою смесью полученной птичку ну и когда будет все готово я вам обязательно покажу как у меня покрылась птица да кстати вы наверное спросите как у меня будут сниматься вот эти нитки нитки будут сниматься перед употреблением то есть концы я специально оставлю не замазанными их можно будет разрезать и потом нитки аккуратно размотать сквозь даже специи ничего страшного они отвалятся но это лучше чем нарезать вместе с нитками так что я не стал убирать нитки перед тем как покрывать специями вдруг кусочек развернется или развалится рисковать неохота и так специи измельчил все черный перец горошком зеленый душистый куркума паприка красный острый перец кинза зелень сушеная мята моя все сюда перемешал все специи которые лежали у меня на столе и я еще пожитник добавил он у меня в тумбочке стоял и добавил сюда 3 ложечки столовых вот такие муки я добавлял муку и в первый раз для того чтобы более клейкая была масса и специи не обсыпались ну все а да 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 и чуть-чуть соли добавлю немножечко в прошлый раз я тоже добавлял соль все ребят сейчас я это кипятком заливаю у меня вода закипает и настоится минут 20 буду покрывать силиконовой кисточкой ну все покрыл я уточку специями специи получились немножечко жидкими но покрыто нормально все пленочка хоть и тонкая но миллиметра 2 миллиметра миллиметра 2 есть где-то есть прогалинки но посмотрю может быть завтра у меня остался смеси специи я еще немножко покрою места аккуратненько прямо на весу кисточкой промажу все места прогалинок все ждем неделю и мясо будет готово снял я утиное филе уже куриное филе вот такое получилось филе лучше чем говядина сказали даже домашние потому что в них в этом филе нет сухожилий чистое мясо говядина прям вы видите какая вкуснотень и в этот раз я сделал конечно острое не нужно делать таким острым мясо вкусненько конечно может быть под пиво но очень острое я и паприку положил и красный молотый перец и много перца горошком поэтому острота чувствуется очень но к праздничному столу угощение готово до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор